Здравствуйте! Это программа Мастер Спорта. С вами Андрей Горгуленко. Мы расскажем о самарской спортивной жизни. Смотрите в этом выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok В погоню за лидерами, а Тольяттинский Акрон, дебютант лиги, постепенно присматривается к своим соперникам и пока показывает не самые выдающиеся результаты. Подробнее о прошедших матчах расскажем в следующем сюжете. После досадного поражения в Домодедово футболисты Самарских крыльев Советов очень хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Игроки вышли на матч с Хабаровским СКА в обновленном составе. Игорь Осенькин провел серьезную работу и ротировал основную обойму. Изменения стали заметны с первых минут поединка. Хозяева поля проводили атаку за атакой. В итоге Антон Зиньковский замкнул хорошую передачу алжирца Мехдизи Фана головой с правого фланга и открыл счет уже на 10-й минуте. Еще один гол гости забили в свои ворота. Это случилось после прострела Антона Зиньковского в штрафную площадку. Один из главных героев встречи поздравил болельщиков с долгожданной победой. Надеюсь порадовали их немножко. Будем дальше стараться выигрывать, побеждать, искать свою игру. И впереди много-много работы. И вот чем мы будем заниматься сейчас на тренировках дальше. По словам главного тренера Крыльев Советов Игоря Осенькина, его футболисты готовились к домашнему поединку с запредельным настроем. Считаю, что счет действительно по игре, наверное, мог быть даже крупнее. Но самое главное, что та работа, которую мы с ребятами везем, она потихонечку уже видна. Переиграли на классе. Футболисты самарских Крыльев Советов наконец нащупали свою игру и начали уверенно разбираться с соперниками в футбольной национальной лиге. В четвертом туре первенство подопечной Игоря Осенькина разгромили «Чайку» из села Песчанокопской Ростовской области. На 43-й минуте первого тайма капитан Волжан Александр Гацкан перехватил мяч у хозяев поля и начал атаку «Крыльев». Легионер отпасовал Даниле Пруцеву, который отдал результативную передачу на Зиньковского. Полузащитник поразил ворота «Чайки» прицельным ударом в левый нижний угол. После перерыва защитник самарцев Сергей Божин упрочил преимущество КС. Он забил гол после углового, а на 55-й минуте Антон Зиньковский оформил дубль после передачи Дмитрия Камбарова. Наверное, второй гол определенную такую уверенность нас селил. И после второго гола преимущество у нас вырисло все же достаточно большое. Этот матч стал вторым победным для самарцев, а Евгений Фролов вновь оставил свои ворота в неприкосновенности. В игре против «Чайки» дебютировал экс-нападающий московского «Торпедо» Иван Сергеев. Он перешел в стан «Крыльев Советов» на прошлой неделе. «Команда довольна и тренерский штаб, что в наших рядах теперь такой забивной нападающий, который был лучшим бомбардиром в том году в ФНЛ. Я надеюсь, он нам очень сильно поможет. Я хорошо знаком с его игрой». Самарские «Крылья Советов» не смогли оказать должного сопротивления одному из главных конкурентов в борьбе за выход в элиту российского футбола. Волжане уступили Оренбургу с минимальным счетом. Единственный гол с пенальти в ворота Евгения Фролова забил Рикардо Алвиш. Португальц хладнокровно развел по углам мяч и самарского голкипера на 13-й минуте встречи. После этого подопечные Игоря Осенькина имели несколько хороших возможностей для взятия ворот, но так и не смогли реализовать игровое преимущество. «Матч какое-то время нам давался достаточно тяжело. И в этот момент мы быстрее должны были двигать мяч, быстрее играть. И не сразу мы включились вот в эту игру». Старший тренер гостей Ильшат Айткулов остался доволен результатом игры и похвалил своих подопечных. «Давление было серьезное. Благодарен ребятам, что все выдержали. Может, контр-игру чуть не сумели противопоставить какие-то эпизоды. Не хватало, может, сил, много в бароне отдавали. Хотя в концовке был хороший момент. Поздравляю всех наших болельщиков. Это очень важная победа». После этой игры гости выбились в лидеры турнирной таблицы. Они занимают вторую строчку и имеют в своем активе 13 очков. «Крылья Советов» располагается на девятом месте с семью очками. Следующий поединок подопечные Игоря Осенькина проведут на Самар-арене. Они померятся силами с омским ртышом в 1-64 Кубка России по футболу. Матч пройдет 26 августа. После относительно успешного старта в первых двух матчах набрано 4 очка из 6 возможных. Тольяттинский «Акрон» забуксовал. В третьем туре футболистам из Автограда предстоял сложнейший выезд в гости к одному из фаворитов чемпионата – московскому «Торпедо». Хозяева во встрече с «Акроном» владели колоссальным преимуществом по владению мячом. «Торпедо» нанесло поворотам «Акрона» 33 удара, при этом 10 из них, то есть фактически треть, пришлось в створ ворот. И то, и другое – абсолютные рекорды стартовавшего сезона, причем с большим запасом. В итоге это преимущество вылилось лишь в один гол на 72-й минуте, после чего футболисты «Акрона» проявили характер и реализовали один из немногочисленных моментов. Счет сравнял Газданов. 1-1. Долго добираться до следующей игры «Акрону» не пришлось. Матч четвертого тура также состоялся в Москве против «Спартака-2». Первый тайм прошел с небольшим количеством голевых моментов и ощутимым территориальным преимуществом москвичей. Но гости успешно сдерживали атаки красно-белых. Но сразу после перерыва игрок «Спартака-2» Аганисян подловил оборону соперника на ошибки, вошел в штрафную и точно пробил. Гол поменял картину матча. «Акрону» нужно было отыгрываться, и с течением времени у «Спартаковцев» стало возникать все больше моментов на контратаках. Однако ни гостям, ни хозяевам забить так и не удалось. Поражение «Акрона» 0-1. Матч пятого тура «Акрон» играл в «Жигулевске». В гости приехала еще одна фармкоманда клуба премьер-лиги «Краснодар-2». Единственный гол забил полузащитник хозяев Василий Пьянченко на 54-й минуте встречи. Клуб из Тольятти выиграл во второй раз в сезоне и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице с семью очками. Между играми «Крылья Советов» на стадионе «Самара-Арена» сыграли воспитанники Академии Коноплева и Самарского клуба. На поле вышли игроки от 13 до 15 лет. Многие из них стремятся попасть в профессиональные команды, а потому опыт игры на большом стадионе для них очень важен. За матчем наблюдала наша съемочная группа. На поле «Самара-Арена» еще совсем юные спортсмены, но накал страстей во время матча не детский. Каждый игрок готов отдать все силы за победу и показать свои возможности. У нашей команды и у команд соперника были довольно-таки хорошие моменты, чтобы открыть счет в этой игре, но не повезло. Счет 0-0, дальше покажет второй тайм. После перерыва счет открыла команда Академии Коноплева, но «Крылья» сравняли счет. Игрокам от 13 до 15 лет, и у каждого из них есть шанс попасть в составы профессиональных команд. Каких конкретных задач не ставили, чтобы получить удовольствие от игры. Не каждый день получается выйти на такую арену детям. Я думаю, они просто от самого выхода на такую арену, такую поле получили громадное удовольствие. В этот раз победила «Дружба». Матч закончился со счетом 1-1. Самара живет не только футболом. В МТЛ-арене прошли пятидневные областные соревнования под дзюдо. Сильнейших выявляли как среди самых юных спортсменов, так и среди уже опытных борцов. Турниры прошли с соблюдением всех мер безопасности. Тяжело ли выходить на татами после длительного перерыва? Об этом у участников соревнований спросили наши корреспонденты. Дзюдоистка Дильбара Салкарбек призер сразу нескольких международных турниров. И в Самарской области в своей категории до 57 килограммов считается одним из лидеров. Но даже такая опытная спортсменка переживала перед региональным чемпионатом, который стал первым официальным стартом после долгого перерыва. В итоге с волнением справилась и заняла первое место. Долгая коронавирусная пауза сказалась на качестве борьбы, отмечают судьи турнира. Дзюдоисты к старту хорошо подготовились технически и физически. А вот тактику боя без регулярных соревнований наладить сложно. Судить же поединки после паузы тоже непросто. Но арбитры, как и спортсмены, готовились к возобновлению чемпионата в режиме онлайн. Мы провели два онлайн-семинара в закрытом режиме. То есть мы постоянно отправляем и обсуждаем броски, ситуации, которые встречались на соревнованиях ранее, либо с каких-то международных соревнований. То есть мы постоянно ведем общение онлайн, так же, как и все. При этом за безопасность своего здоровья спортсмены не переживали. В соревновательную зону допускали только со справкой о тестировании на коронавирус. На входе у всех замеряли температуру. Зрители пришли со средствами индивидуальной защиты. На трибунах соблюдалось социальное дистанцирование. Очень большая работа была проведена. Все соревнования проводятся по всем стандартам, по всем рекомендациям. Они все соблюдены. У нас есть чистая зона и грязная зона. Чистая зона туда заходит только те люди, у которых предоставили справки на ковид-19. Это тренера, спортсмены, представители всех, у кого есть справки. У кого нет справок, тоже есть возможность поприсутствовать на соревнованиях, но это уже на трибуне. Федерация Самарской области подзюдо – одна из немногих в стране, кто все же решился на проведение соревнований. Теперь на чемпионатах ПФО и России волжане будут иметь дополнительное преимущество перед теми, кто до сих пор не имел достойной соревновательной практики. Конечно, преимущество тех ПФО будет первый старт, а у нас уже это второе. Все равно это уже немножко втянулись, уже как бы лодку разогнали, скажем так. И это уже более такой серьезный старт, и вот эти соревнования являются подготовительными к ним. Соревнования подзюдо шли пять дней. Лучших определяли среди детей в возрастных категориях до 13 лет, до 17 лет, среди юниоров до 18 лет, до 21 года и среди взрослых спортсменов. Победители и призеры турнира войдут в сборную Самарской области. В Самаре прошел чемпионат России по велоспорту. В город приехали около 200 спортсменов со всей страны. В этом году их ждали новые сложные трассы около стадиона Самара-Арена. Подробнее о соревнованиях расскажем в следующем материале. Роман Май любит прокатиться с ветерком. На всероссийских состязаниях по велоспорту он представляет самарскую сборную. Признается, долго и упорно готовился. Для этого ездил в горы, в Сочи. Трассу, кстати, сделали интересную. Не просто, как говорится, стол туда-обратно, а повороты, небольшие подъемчики. Как бы такая более рваная и интересная работа. Всероссийское первенство проходит в Самаре в пятый раз. Сюда съезжаются спортсмены со всей страны. В этом году их количество перевалило за 200, а самарских ребят – 24. В программе – индивидуальная гонка, командная эстафета и финальный групповой заезд. В последний раз спортсмены приезжали в Самару 7 лет назад. Для города велоспорт является базовым. Каждый год сюда приезжают спортсмены на сборы. Здесь находится сильнейшая школа в стране имени Владимира Петрова. После проведения Мундиаля в Самаре появились новые трассы, которые профессионалы сравнивают с европейскими. Трасса, конечно, интересная. Трасса очень сложная, технически сложная, плюс подъемные спуски. И я считаю, что это то, что в принципе должно быть. Почему? Потому что до этого у нас традиционные дистанции проходили обычно в одну сторону, разворот, финиш. То есть по прямой не надо было ни тормозов, ни руля, что называется. Но в этот раз все по-другому. В этот раз именно гонка, индивидуальная гонка с отдельного старта приближена максимально к тем, что мы привыкли видеть в Европе, когда мы принимаем участие в международных соревнованиях. Во время группового заезда девушки преодолели 120 километров, мужчины – 170. Большинство представительниц прекрасного пола на чемпионат приехали из Санкт-Петербурга. Поэтому ветреная и дождливая погода на соревнованиях не показалась им чем-то необычным. Но к погодным сюрпризам оказались готовы не все. Время заезда сместили, пришлось немного изменить трассы. Но без травм все равно не обошлось. До финального круга добрались две спортсменки – Диана Климова и Наталья Студенкина. Первая, использовав удачный маневр, обошла свою соперницу перед финишем. Диана представляла на соревнованиях Тулу. Победителем в мужской гонке стал уроженец Удмуртии Сергей Шилов. Самарским ребятам на пьедестал подняться не удалось. Они стали четвертыми в итоговом рейтинге. На этом выпуск завершен. Увидимся через две недели. Больших побед вам. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...